Добрый день, зрители нашего канала! Сегодня у нас передача посвящена домашним грызунам. Сегодня мы расскажем о том, какие грызуны вообще могут содержаться в доме. Посвятим конкретно сегодняшний ролик самому любимому, самому, наверное, трогательному животному морской свинке. Итак, в домашних условиях мы можем содержать хомяков, шиншилл, морских свинок, кроликов, а также деги и крысы. Итак, что же вам потребуется для содержания морской свинки в домашних условиях? Первичный, конечно, это дом, клетка. Борта у клетки должны быть достаточно высокими, для того, чтобы наполнитель, который вы используете, не убегал за территорию, скажем так, дома. В клетке должна быть обязательно оборудована поилкой. Поилки бывают разные, капельного типа. Они, наверное, самые удобные для грызунов. Грызун подходит поилочке, трогает язычком, и у него водичка попадает в рот. Итак, я сейчас расскажу вам, как крепится такая поилка. Поилка достаточно легко крепится, то есть мы вот так вставляем в клетку, поворачиваем звено и крепим на нее поилку. Для животного это очень удобный вариант. Также клетка должна быть оборудована кормушкой, которая специально должна... Вот в данной клетке представлена уже кормушка, но кормушка может быть и другого плана, вот такого плана, керамической. Она достаточно тяжелая, животное, когда кушает, и она не передвигается с места на место, что тоже удобно и для потребителей, и для морской свинки. Клетки для животных должны быть удобные и должны быть определенного размера, для того, чтобы ваш питомец не чувствовал себя выязвенным. Теперь я расскажу вам о том, что должно быть насыпано в вашу клетку. Основные наполнители, я считаю, что должны быть древесные. Объясню сейчас почему. Древесные наполнители, у них уникальное свойство впитывать и надолго сохранять в себе вот эту жидкость и отсутствие запаха. Можно также использовать опилки, но опилки, мелкие опилки, могут попадать в глаза животного, тем самым вызывать воспалительный процесс, что нежелательно для морских свинок. Для других грузунов, конечно, мы можем использовать такие опилки. Также можно использовать сено, но сено для них все-таки это питание, не подсилка.